Оправдывая нездоровые амбиции руководства страны, в частности начатую диктатором Путиным войну, в России милитаризовали систему образования. Уже с младшего дошкольного возраста детям буквально вкладывают в руки оружие, рассказывая о якобы борьбе россиян за ценности и их противостояние всему миру. Как это происходит, описала учительница одной из московских школ, отказавшаяся преподавать вместо математики политинформацию. Татьяна Червенко – дипломированный учитель математики одной из московских школ. Женщина рассказывает, ее уволили после отказа вести уроки не по профилю, а заменив их политинформацией. Главной темой таких занятий было оправдать действия Кремля после вторжения страны в Украину и продвижения воинственных настроений среди детей. Я увидев и узнав летом, что это все будет, я поняла, что я это не смогу вести, это не соответствует моим убеждениям, и я такое нести детям не смогу. Я решила, что я буду проводить уроки математики, у меня получилось это несколько раз, потом после выговора мне пришлось вести их по темам, но я меняла содержание. Я брала тему и делала нейтральные уроки. Татьяна сообщила, отказываясь от пропаганды на своих уроках, руководствовалась исключительно законом России об образовании, которое сейчас повсеместно нарушается с подачи самих же властей. Школа и политика, они несовместимы. Поэтому у меня был совершенно четкий мессендж. Оставьте детей в покое. В школу для того, чтобы учиться, они придут, учите их, пожалуйста. О том, что происходит, поговорят с ним родители. Темой войны сегодня пропитана вся общественная жизнь в России. Вокруг появились псевдопатриотические уличные картины. Везде красуется символика оккупационных войск. Парки развлечений теперь тоже с военным уклоном. Детей катают на танках, а в качестве игрушек предлагают оружие. Они задумались о том, кого хотят получить. Они хотят получить солдатиков. Таких вот оловянных солдатиков поставили. Одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут что-то еще делать, программное обеспечение для этого всего. Кто-то все-таки кормить будет. Но они все должны безропотно это все делать. Учительница уверена, воспитать послушное поколение за полгода невозможно. Вся эта патриотическая программа в российские школы просочилась на года. Мне кажется, что это работа в долгую. Это не вот сейчас вот шесть месяцев прошло и все вот готовенькие. Нет, это как бы они приготовились вперед лет на пять, на десять готовить себе оболваненных детей. Образование. Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до школы и дальше университета. Мы видим рост и присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти. Пока же воспитывают новое поколение, которое через несколько лет будет готово слепо умереть за Россию. Психологи, однако, предупреждают, что подобная политика властей таит в себе скрытые механизмы, способные привести к всплеску школьного насилия и агрессии уже в недалеком будущем.